Здравствуйте, уважаемые телезрители, друзья! Я рада каждый день иметь с вами такой добрый контакт под глубинью небесами, под мирным небом, а также на планете Земля совершать наше шествие. Вы знаете, когда человек обдумывает путь, а шествием управляет Господь, это удивительное сочетание. Потому что, с одной стороны, у нас есть разум, и Бог его дал, чтобы мы что-то обдумывали, планировали. Но когда мы начинаем двигаться с ним, это превращается в совершенно потрясающие и для нас, и для окружающих людей результаты. Поэтому, на самом деле, путь – это то, что мы можем просмотреть. Но шествие – это что-то такое глобальное и масштабное, потому что Бог дает посеянному нами урожаю результат, плод. И поэтому хочу, чтобы мы на самом деле каждый раз, когда мы что-то сеем в течение дня, а мы сеем и улыбки, и объятия, и слова, и настроения, и дела, и решения, и все это – наш арсенал в течение дня. Поэтому, чем вы уже себя обогатили, с этим и вступаете в новый день. И поэтому есть такое предложение сегодня нам с вами – разобраться, а что же я буду искать в течение этого дня. И вы знаете, если вы будете искать не успех, а истину, то успех вас догонит, успех вас найдет. Потому что сегодня очень многие люди пытаются свою жизнь построить на компромиссах, построить на сомнительных решениях или мнениях людей. И это то, что, по сути, их уводит от успеха, от результата, от счастья. И таким образом человек потом начинает искать, опять же, виноватых и думает, ну, мне чего-то не повезло, что-то там не получилось. А на самом деле, когда ты стоишь на позиции истины, когда ты вот это делаешь ценностью, то окружающее начинает тебя догонять или преображаться, если надо. А когда нужно, то и находить. Поэтому Иисус когда-то сказал такие слова – «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, а остальное все приложится вам». Соответственно, если истина, Царство Божье – это и есть то, что предлагает нам искать Господь, то я хочу, чтобы мы с вами могли разобраться, а что же это такое. Потому что мы будем искать то, что является ценным в глазах неба. Но если мы не знаем, что это такое, где его искать и где его взять, то таким образом мы не сможем и найти. Поэтому то, что я вам предлагаю – это найти тот источник или ту жилу, которая является ценностью. Но при всем этом хочу дать такой совет. Не пропустите серебряную жилу, когда ищете золотую. Потому как мы ставим высокие цели и правильно делаем. Но по ходу есть те события или те обстоятельства, которые тоже являются драгоценностью. И пропустить их нельзя или нежелательно. Потому что тот Бог, который нас по ходу может благословлять и давать нам радости, может быть, даже в самых простых вещах. Поэтому не забывайте послушать пение птиц. Не забывайте увидеть ту красоту, которая связана с переменой сезона, либо с рассветом сезона. И тогда, когда вы просыпаетесь, когда вы поднимаетесь и смотрите на небо, то ваш фокус сразу приобретает другой масштаб. И потому сам Бог, когда говорил Аврааму о каких-то очень высоких вещах, о благословении на всю его жизнь, Он сказал, Авраам, твое потомство будет как песок, и твое потомство будет как звезды. И я тебе предлагаю, можешь ли ты сосчитать звезды. Он не предложил ему считать песок. А таким образом просто сказал о количестве через песок, но посчитать предложил звезды. Поэтому я вам тоже хочу предложить смотреть выше, смотреть масштабней. Смотреть так, чтобы это влияние оказывало и на вас, и на окружающих людей. И поэтому оглянитесь сначала вокруг, потом посмотрите дальше, а потом еще дальше. И даже если вы поднялись на вершину, посмотрите уже на новый горизонт, который опять в вас что-то поднимет. Ценное, большое, масштабное. И поэтому наша молитва именно об этом. Небесный Отец, я прошу тебя об орлином зрении для людей, которые нас смотрят. Потому что на самом деле зрение – это твой подарок. Возможность видеть так, как видишь ты. Делать то, что ты нам предназначил делать. И поэтому я хочу благословить сейчас каждого телезрителя, каждого человека, кто с нами решил проходить поприще и в каждом дне получать какой-то заряд благословения на новый день. И ты поможешь нам это сделать сегодня, потому что мы начинаем его с твоих ценностей и хотим научиться разбираться, что же такое царство твое, и как его искать, и где оно находится. Да будет твое содействие нас сопровождать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»